В эфире канал Замуж за Чеха, с вами Эллен и Милан. Так, друзья, давайте сначала проверим, если у нас хорошая связь. Напишите нам кто-нибудь, отзовитесь, если хорошо слышно, если ничего не трещит, не шипит. Миланчик уже включил стрим, по ходу дела звук хороший. Так, сейчас, друзья, здесь много народу, поэтому сейчас немножечко отойдем. Ну что ж, так, добрый вечер, руку выпни звук просто. Так, Ирина нам пишет, добрый вечер, Милан, новая встреча, мы тоже рады встрече. Друзья, мы видим уже с нами кто-то уже есть, 6 человек, вы потихонечку будете к нам присоединяться. Ну что ж, всех приветствую еще разочек, хорошего всем вечера, рады, мы с Миланчиком. Что вы к нам присоединились, добрый вечер, уже пишет нам Ташкент, Лариса, привет, в Москву летит. Замечательно, друзья, огромное, огромное вам огромный привет, рады, как всегда, вас видеть. И что ж, друзья, начнем потихонечку, кто будет смотреть этот стрим потом в записи, тоже летит огромный привет. Ну что ж, сегодня я сделала маленькую, может быть, интригу в какой-то степени. В руку выпни, просил этот звук. Меня это отвлекает. Миланчик здесь контролирует, чтобы звук был хороший, и я слышу эхо. Ну что ж, друзья, сегодня я для вас сделала маленькую интригу, потому что я не говорила, куда мы с вами конкретно сначала пойдем, потому что, чтобы сделать маленький вам сюрпризик и маленький подарочек, кто-то даже из вас писал, что это будет своего рода, это прогулка, подарок к Рождеству. Но, друзья, это еще не тот главный подарок, который для вас я, собственно, готовлю, потому что самая главная и самая классная прогулка у нас еще будет. Следите за моими анонсами. Ну что ж, сегодня я хочу вас пригласить в тот город, где мы с Миланчиком живем. Это город Кладно, всего-навсего 25 километров от Праги, друзья. Но я вам сейчас покажу такую красоту, это парадокс. Да, я, как вам уже говорила, и вы из моих... Маша пишет тоже, ахой, как вы из моих стримов уже слышали. Я мужу состриди такую. Мила меня не отвлекает. Сейчас я вам разоговорю и пойдем гулять. Значит, друзья, как я вам уже говорила, в Праге, в Праге запрещены, ну и вообще, не только по Праге, вообще запрещены рождественские ярмарки. Ничего нет, все закрыто, да, стромочек стоит, но все закрыто. Но, друзья, достаточно отъехать всего-навсего 25 километров от Праги, и вот здесь начинается то настоящее празднование, именно то Рождество и те, да, друзья. Кладно живет на полную катушку у нас и рождественские ярмарки, у нас концерты, у нас культурные программы. Это все будет, поэтому, говорят, следите за моими анонсами. А сегодня я хочу вас пригласить на такую магическую, романтическую, полную Рождества, сказки, красоты, прогулку в, ну, это называется Заграда. То есть это как бы сад при маленьком-маленьком замочке, на фоне которого я сейчас стою. Это Кладинский замочек, но это не тот замок, как вы, например, привыкли, да, какие-то средневековые замки, там у нас Миланчик стоит утепленный. Это маленький, называется Кладинский замочек, и здесь всегда на территории, либо на Пасху, либо как вот на Рождество, на Новый год здесь обычно какая-то программа. И вот здесь, друзья, второй год подряд. В прошлом году, когда Прага была вообще полностью наглухо закрыта, у нас, друзья, так красиво украсились, что те Чехи, которые живут в Праге, смотрели мои видео и говорят, слушай, ну, не может быть, это реально красота, поэтому, кто не посмотрел, найдите в моем плейлисте о Чехии, как раз-таки, друзья, видео с прошлого года, где мы с вами здесь гуляли. Оксанчик, приветствуем, супер, вы к нам потихонечку присидитесь. Ну что ж, как говорится, меньше болтовни, и погнали с вами гулять. Сейчас я переворачиваю камеру, и мы с вами гоним, и я рассказываю, что мы видим. Значит, мы находимся во дворе у замочка Кладинского, и сразу же хочу показать вот этот бетлем, да, бетлем, или другому помогать темнее, это, по-русски, если называется. То есть вот такие композиции можно встретить в любом городке, на любой площади у рождественских елок, и в Праге это есть, естественно, нам тоже поставили такой бетлемчик, по-честке называется, бетлем, где, естественно, ясельки у нас лежат, сейчас я подойду поближе, давайте вам покажу. Вот у нас лежит маленький Иисусик, да, животные, животные, ангел, звезда падает, что родился, родился Христос. Так что, друзья, вот такие ясельки, они из разного материала, здесь это, если не ошибаюсь, это, по-моему, да, это из дерева, можно из соломы увидеть. Так что вот напоминают нам, что скоро придет то Рождество Христово, это великий праздник, который ждет, ну, не только католическая Европа, но, собственно, и мы тоже с вами, и православные тоже это празднуют. Ну что ж, друзья, так что вот здесь у нас такой бетлемчик стоит, ну, и мы находимся, сейчас я вам покажу, сейчас я спрошу, образ был в погоде? Так, друзья, мы находимся в таком небольшом дворе у этого замочка, и здесь внутри не только бетленчик, но и вот такая наряженная елочка в огоньках, и стоит ангелочек. Сейчас я подойду, я буду передвигаться потихонечку, чтобы вы могли это все насладиться этой атмосферой. Друзья, мы здесь еще в этом году с Миланчиком не были, мы только пришли вот буквально вместе с вами в этом году, мы знали, что здесь это есть, но как-то все, как говорится, ноги и руки не доходили. Вот смотрите, вот такой красивый ангелочек, и елочка накрашена, это вот внутри нашего кладинского замочка. Так, ну что ж, а мы с вами, друзья, идем в ту самую классную, самую-самую красивую часть, которую я именно хочу вам показать. Сейчас мы с вами выйдем отсюда. По левой стороне, может быть, вы и слышите, у меня микрофон прикреплен, поэтому, скорее всего, возможно, этот шум, который доносится вот у этого костела, друзья, там площадь намнести, как называется намнести? Главней намнести, Миланчик говорит, старосты Павла, называется эта площадь, где проходят рождественские ярмарки, там концерт. Но, как говорится, друзья, это у нас с вами будет в другом стриме, я обещаю, именно вот там будет та настоящая рождественская атмосфера, друзья. Со всем, как она должна быть, со всеми ее компонентами, то, чего нет, друзья, даже в Праге. Это вам сто процентов говорю, и вы сами это увидите. Но это оставим, опять-таки, эту маленькую интригу на следующий стрим, следите за анонсами. Так что мы видим этот костел, и, можно быть, вы и слышите, доносится концерт. Но людей много, очень много. Вот кто-то, вы видите, идет группка, это с площади. Там же есть и каток, то есть можно и покататься на коньках, может быть, мы с вами это тоже сделаем вместе в прямом эфире. Но сейчас, правее, я хочу вас пригласить и зайти именно в саму, так называемую, замыцкую загороду, то есть в сам сад, который находится при нашем замке. Сейчас Миланчик у нас побежит вперед, мы с ним немножечко утеплились сегодня, потому что у нас на градуснике целый день был ноль. Максимальная температура падает, так, минус три, но, друзья, очень-очень влажно. Сейчас мы пропустим, выйдут люди. Сейчас мы пропустим, видите, сколько людей. Выходит полный сад, очень много народу. Так, и вот Миланчик, вот, смотрите, сразу при входе. Здесь у нас лавочка, ну, конечно, если кто хочет, можно и посидеть, главное, чтобы попа не отмерзла. Опять мы видим с вами вот таких ангелочков, которые нас здесь встречают. И украшенная лавочка вот такими, как бы, гирляндами. Здесь же вот такие шапочки. Для кого? Для сангулок. Милан смеется. Милан смеется, говорит, лавочка для снеговиков. Здесь же у нас по левой стороне от лавочки стоит вот такая, как это назвать, друзья, лампа, лампа, но не лампа. В общем, вы меня поняли. Сейчас я у меня что-то не могу найти, найти слова. Вот. На поленьях. Помните, как мы с вами, Надежда Досперина, Надежда к нам присоединилась тоже. Вас рады, рады видеть. Да, красиво. Вот такие здесь птички. Птички, кстати, птички, друзья, даже с перышками, они все сейчас засыпаны снегом, но вот даже они прямо с натуральными хвостиками, перышками. Так, ну а, друзья, это только начало, это вход в этот сад. Вот здесь иногда и работает вот эта вот часть. Это как касса, иногда, если здесь разные акции летом проходят, концерты прямо вот под открытым небом. Да-да-да, вот это эти концерты проходят, друзья, вот здесь внизу. Здесь ставится стейдж, подиум, то есть сцена. И вот это вся, мы с вами, Надежда, здесь тоже были на разных концертах, ставятся стулья, да, выносятся, чтобы люди могли сидеть, хотя иногда кто-то, ангел, да, так, кто-то и иногда может наблюдать за этим концертом, стоя и вот здесь по балкону, вокруг. Ну, в общем, обычно это замечательно под открытым небом, здесь очень такая своя романтика. Но мы с вами передвигаемся дальше, именно в сам сад. Друзья, что здесь Миланчик нашел? О-о-о! Милан говорит, главное, чтобы никто не утащил. Так, едем дальше. Вы видите, друзья, много-много народу. Я надеюсь, видео вы сейчас видите сам, сама картинка неразмазанная. Давайте посмотрим, что здесь у нас есть. Сразу же при входе мы видим вот такую надпись, которая звучит. Преемя вам красная, богатковая вануция. То есть... А, точно, я даже не обратила внимание, я читаю и не обратила внимание. Смотрите, друзья, как здорово сделано. Написано, преемя вам, то есть, да, желаем вам красное и сказочное, то есть, красивое и сказочное Рождество. И посмотрите, сделан календарь, да, от начала Адвента. Мы Адвент с вами, помните, зажигали первую свечку 28-го числа, ну, 27-го, 28-го. И поехали. И вот сегодня у нас, друзья, на календаре 11 декабря, да, то есть, мы видим, сколько нам с вами осталось до Рождества 24-го. Мы будем с вами вместе праздновать. Это будет у нас сочельник, это будет щедровая черри. Так что вот, видите, супер такой интересный. Вообще, первый раз раньше такого не было обычно в этом саду, постоянно что-то новенькое каждый год. Но говорю, вот, наверное, самая такая красота, это вот этих два года. Раньше такого не было. В прошлом году очень-очень много денег потратили, очень красиво. Ну что ж, давайте, наверное, мы, прежде чем пойдем вглубь сада, пойдемте. Вот, смотрите, детишки ходят в разных таких вот шапочках светящихся. Народу очень много-много детей, детям, естественно, все это нравится. Пойдемте, опустимся вниз туда. Вот, смотрите, тоже вариант висит рождественский венок. Помните, как мы с вами со Станей вместе делали? Вот здесь тоже висит, сделанный вот из таких веточек деревянных, да? Миланчик сейчас нам подсветит. Да, Миланчик у нас, да, осветитель. Вот, и, друзья, да, календарь супер, мне тоже очень понравился. Так, друзья, и вот птичка сидит, вот такой тоже, видите, да? Вот такие вот ванночные венцы, венки висят у нас. Пойдемте, посмотрим вот сюда вниз, посмотрим. Бетлем тоже, но Бетлем еще. Сейчас мы с вами, в общем, прозондируем, что здесь у нас с вами есть. Кстати, друзья, еще такая интересная вещь, характерная вот именно, ну не только для вкладни, мы с вами были, и, если помните, в Бероне, там тоже был, друзья, медведариум. Так что вот за вот этой решеткой, друзья, живут два медведя. Браку, как зовут медведи? Марта Амаша. Я все время забываю, сейчас секундочку. Естественно, они сейчас спят, то есть у них вот здесь такой большой выгон, и вниз туда и сделана берлога. И вот они, естественно, зимой они спят, а вот летом мы с вами обязательно сюда придем летом, как-то, когда они у нас проснутся, и навестим местных каладинских медведей. Но они сейчас спят, а мы с вами направляемся, пойдемте вниз, посмотрим, что там интересненького. Много-много народу, я прям даже удивлена. Я очень рада, с другой стороны, что администрация нашего города уже второй год подряд, когда нам ужесточают противовирусные все эти эпидемиологические правила, но людям дают насладиться праздником, и вот такая красотень есть. Вот смотрите, сейчас мы, давайте, мы находим, пустились с вами. Юлия, если вы живете в такой красоте? Так, вот здесь такой вход, да, все-все, естественно, в огоньках. Вот такие снежинки. Мы находимся как бы внутри, да, в этом таком во дворе, где, как сказала, вот здесь ставятся и стулья, и ставится сцена, и здесь проходит концерт. А ну вот здесь, в данном случае, у нас что, вот такая как бы елочка поставленная, да, вот деревянная. И это что? Это типа Баба-Яга здесь живет? Кто Таря Бедли? Баба-Яга там живет, да? Я не вижу еще, наверное. Ну, наверное, Баба-Яга живет. Это Баба-Яга, да? Ну ладно, как бы это местная чешская Баба-Яга. Баба-Яга. Вообще, на самом деле, вот эти вещи все сделаны еще и для того, что... Сегодня проходила на территории этого сада для детишек еще такая игра. Они должны были, кто хотел из детишек, выполнить различные... Им выдавала сказочная книжка. Перони были, вкладны не были. Надо туда, надо исправить, надо обязательно приезжать, потому что есть на что посмотреть. И, друзья, детишки здесь, кто хотел, получали такую сказочную книгу, в которой были написаны загадки, что они должны были выполнить. То есть должны были ходить по саду, делать какие-то разные, в общем, задания. И если они с этим хорошо все справились, то получали подарочки. Вот такая акция сегодня для детей была. Мы смотрим, что там у Бабы-Яги сегодня было к завтраку, к обеду или к ужину. Там грибы стоят всякие, в общем, вкусняшки. Так что мы с вами побывали сегодня в гостях у Бабы-Яги. Так, а вот здесь, смотрите, водяной сидит, кстати. Оригинально, да, Лариса? Каждый год, я говорю, очень суперски. Второй год подряд такие всякие интересные вещи. Да, вот я в виду вас хочу показать, водяной сидит, водяной сидит вот здесь. Это видно сегодня что-то, вот видно какие-то сказки. Именно для детей сегодня была программа, поэтому здесь не совсем может быть рождественская тематика, но вот видно какие-то задания сегодня детишки выполняли. Вот Миланчик сейчас нам посветит, но я думаю, что вы видите, да, вот такой водяной, курит трубку, сидит здесь у нас под этим кустом с травой. Так, вот здесь вот замок, сейчас вам покажу, думаю, в принципе, хорошо видно. Так, вот здесь у нас замок, ну а вот здесь, да-да-да, кстати, вот здесь тоже, смотрите, это видно, да, что-то, наверное, из сказок. Здесь и змеюка лежит, какие-то, видно, фрукты. Но, видно, это вот задание для детишек сегодня было. Что это здесь? Да, я не знаю такую сказку. Это какие-то чешские сказки, наверное, да, там? Да, вот это я не знаю. Ну вот еще одна сказка, да, у нас Гномы и Белоснежка. Семь гномов, да, все правильно, никто не отсутствует, все на месте. Вот, так что вот еще, да, кусочек из еще одной сказки. Так, а мы с вами пойдемте посмотрим. Там стоит какая-то телега. А, Елен еще? А, Олень. Миланчик говорит. Я все время смеюсь, когда кто-то говорит, здесь Елен. Мое, мое имя по-чешски, если правильно перевести, как Елена, это Елен. Елен, и пишется это именно как Олень. И поэтому, когда кто-то мне говорит, Елена, то это, в общем-то, я как Олень, да, в переводе. Медведь стоит деревянный. Здесь вот такая телега, я не знаю, тоже видно сказка. А это не знаю, Милан, говорит, я не знаю, что это за сказка. Друзья, что это за сказка? А, нет, это случайно? Слушай, они из Золушки, это случайно? Да, это, наверное, друзья, из Золушки. Три орешка для Золушки, да, когда были как раз мачеха, да, задала задание, давала задание Золушке разбирать, чтобы она разобрала крупу, отделила. И вот, возможно, как раз птички прилетели помочь разобрать вот эту крупу. Так что это вот для детишек. Сегодня там, возможно, орешки, нет? Есть там орешки? Там, правда, шишки лежат. Ну, в общем, наверное, скорее всего, это из трех орешков для трех орешков про пупелку. Так, а здесь у нас что? Здесь у нас еще какая-то красотень лежит. Что у нас здесь? У нас здесь какие-то сокровища, да, то есть видно поклад. Это какие-то, в общем, да, сокровища, клад. То есть видно тоже какая-то, как к одной из сказок, которые, наверное, детишки должны были отгадать, да? Что это? Что? Много золота, да? Ух ты! Ух ты! Сколько там золота! Так, а здесь стоит телега. Что в телеге? Медведь мы уже видели. Медведь стоит. А вот здесь, друзья, стоит такая телега. Что в телеге? В телеге, наверное, ничего нет. Ну, тоже она украшена. Вот такие звезды на телеге. Кстати, эта телега в прошлом году стояла прямо посередине сада. И была так замечательно украшена огнями. И были сделаны кони деревянные тоже, да, которые тянули эту телегу. Очень замечательно. В этом году ее поставили сюда. Ну что ж, погнали дальше. Там ничего нет, наверное. Пойдемте, друзья, в сам сад, собственно, и посмотрим, как там. Там, конечно, мест для фотографирования огромное количество. Вот сейчас здесь детишки развлекаются. Из Воронежа нас приветствуют. Вам тоже летит огромный привет на Эли в Воронеж. Мы рады, что только вы к нам присоединяетесь. Ну что ж, погнали дальше. Хочу вас пригласить именно в сам сад. Так, вот мы с вами выходим. Друзья, выходим снова в основной сад. Очень-очень много людей с детьми, кто фотографируется, с собачками гуляет. Главное, конечно, для детей. Я уже говорила, да-да-да, Миланечка мне еще тоже подсказывает, чтобы я вам передала, чтобы вы посмотрели на мое видео, которое я снимала год назад, как здесь было красиво год назад. Я не говорю, что в этом году красивее, это по-другому. Но в прошлом году, конечно, вот эти идеи, как они украшали деревья, это вообще была бомба. Посмотрите мое видео, год старое. Где мы с вами здесь тоже гуляли, это было бомбой, тоже очень красиво. Так что вот такую радость. Так, еще один привет. Ой, Валентина, нам тоже из Воронежа. Огромный привет, еще летит второй. Ну что ж, погнали, наверное. Давайте в руку посмотрим по этой стороне. Вот лавочки, да, конечно, как я говорю, у кого попа не замерзнет, можно посидеть и... Чувствуйте пугадки. Все правильно. Все правильно из сказок. Так что вот здесь тоже так все укра... Дикой, дикий, дикий. Так, украшено. А здесь тоже видно из какой-то сказки. Я не знаю, про весова. Так, Мария, всем добрый вечер, Москва с вами. Все правильно, супер. Друзья, к нам присоединяйтесь. Замечательно. Вот здесь тоже такая... Я, правда, не знаю, может быть, это тоже какая-то часть из какой-то сказки. Сидит сова. Сова вот в такой деревянной корзине. Вот, украшены тоже различными внутри шарики и так далее. В общем, очень замечательно. Так, едем дальше. Здесь еще одна лавочка тоже со звездами. Вот на деревьях. Вот такие снежинки. А вот стоит снеговик. Правда, не из снега. Правда, не из снега. Из дерева сделан. Миланчик нам оживил картинку. Конечно, снега, друзья, вот то, что вы сейчас видите, я считаю, это вообще замечательно. Нам с вами повезло. Потому что снег, ну, в общем-то, у нас последние годы не совсем частая вещь. Снега мало, и вот вам повезло, он еще лежит. Поэтому, конечно, когда снег здесь, вот это настоящая сказка. Я очень рада, что мы сегодня с вами в стриме. Ноль. Ну, я говорила, да, сегодня ноль, но вот видите, как вот детишки. Кстати, морковка нет, морковка не настоящая. Так, вот это летом, когда это здесь фонтан. Да, то есть он из серединки бьет, и вот здесь текает вода. Ну, вот его тоже украсили разными звездами и так далее. Миланчик говорит, что я могу приблизить. Давайте попробуем. Ну, да, можно вот здесь звезды. Да, вокруг этого фонтанчика. И вот он здесь, ой, сейчас, секунду. Здесь бьет сверху, когда здесь вода. Да, ну, вот сейчас его так украсили. Так, едем дальше. Сейчас, секундочку, я попробую. Так, вот так, извиняюсь. Это я пробую приближать и отдалять. Так, сейчас, секундочку. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Здесь у нас... Здесь у нас что? Просто вот так красиво тоже. Такой, как водопад. Водопад. Снегопад, Милан говорит. Снегопад, ледопад. Миланчик, мы утеплились, друзья, сегодня. Вообще, в Чехии, вот честно говоря, я мерзну больше, чем в России. Это как ни парадоксально, скорее всего, из-за влажности. Всего сколько на нуле, но как-то вот ноги начинают подмерзать. Я сегодня в валенках, друзья. Я сегодня в валенках. Что сделать? Руку, руки у меня. Смотри, руку. Куда? Загрей, я грею. У меня здесь перчатки, а другой я периодически грею. Ну что ж, я переворочу камеру и погнали с вами дальше. Подожди, дай я нажму. Руку, ну подожди. Ну не отвлекай меня, ну подожди, давайте. Так, погнали дальше. У нас, к сожалению, снега нет. Любуемся вашим. Ну, видите, так, чтобы вы хотя бы рады, чтобы вам немножко нашего снега хотя бы в прямом эфире там фотографируются. Я не знаю, фотографировались или нет. Пойдемте с другой стороны, пройдем, чтобы мы не отвлекали. Так, едем дальше. Сейчас мы с вами зайдем вот с этой стороны. В этой красоте медведи спят, да. Я уже сказала, что медведи спят. Но здесь есть, друзья, сейчас я вам все равно покажу. Покажем, смотрите, какая красота. Вот смотрите, отсюда какой вид, вообще здорово. И прям сразу нас встречает вот здесь медведь. Вот здесь медведи нас встречают. В таком красном шарфике. Так, деревья все украшены лампочками, друзья. Вы видите? Красота. Милан говорит, в Праге этого нет. Я сначала, друзья, хотела снять видео и выложить именно как видео. Смонтировано все, но потом думаю, нет, нет, нет. Я хочу вам это все показать в живом эфире, чтобы вы это все видели. Медведи у нас прямо по курсу, как я сказала. Медведи все равно вам покажу, пусть не живые, но... Мишки, да. Мишки у нас тоже есть. Вот здесь стоит еще один снеговик, но он сделан из сплетеный снеговик. Так, лавочки на каждой лавочке, звездочки, все в огнях. Ирина пишет, что много снега, была минусовая температура, а за ночь дождь все съел. Ну вот у нас, вот видите, на медведях сидят. Так, но у нас пока дождя не было, но все равно, конечно, подтаяло. Было очень много снега, очень красиво. Люди фотографируются для детей, конечно, радость. Это вообще огромное. Я так рада, что вообще в кладе есть такая возможность, что люди хоть как-то как-то по-человечески, если это можно так сказать, могут насладиться такой красотой. Потому что в Праге, говорю, друзья, такого нет. Просто нет. Так, едем с вами дальше. Что здесь еще интересненького у нас есть? Здесь тоже разные такие пенечки вот с птичками. Птички сидят вот такие на пенечках. Каждый, каждый уголок украшен очень, конечно, замечательно. Так, Татьяна, огромный привет, летит в Москву. Минус 16. Лед, все как зимой, здорово. Конечно, я видела фотографии на интернете Петербург и Москва. Очень красиво, очень красиво украшено. Здесь вот смотрите, тоже стоит вот. Сейчас, подожди, покажу медведей. Секундочку, вот тоже видите. Сделано как ящик. Да, и в нем тоже украшения. Медведи, чтобы заснять медведей. Или, да, их постоянно кто-то, постоянно с медведями кто-то, да. Чтобы здесь сфотографироваться, надо еще подождать, пока все уйдут, потому что обязательно детишки хотят сфотографироваться на медведях. Так, едем с вами дальше. Так, куда поедем? Пойдем направо или пойдем налево? Пойдемте, я вам покажу вот здесь еще. Везде ангелочки стоят. А здесь это, возможно, тоже, наверное, да, для детишек была какая-нибудь, возможно, да? Игра, я не знаю, да, вот висят вот такие. Или просто как украшение, может быть. Ну, замечательно, я говорю, очень-очень, вообще столько... Это вот у нас, ну, как бы, да, то есть с этим работали люди, проект был, проектировали, как, что, украсить. Это, конечно, целая работа. И, друзья, смотрите, рододендрон. Рододендрон, который весь год стоит у нас с зелеными листиками. Здесь особых морозов, конечно, у нас таких нет, поэтому вот он, видите, как снегу, снегу, но у него прям нормально. Ой, так, я думаю, ты собачка, это ребенок сзади был. Ну, что ж, пойдемте вот туда вниз, я сейчас вас приглашу, вот пройдемся к беседочке. Видите, сколько народу, друзья. Много народу, все наслаждаются, гуляют. Вот, например, деревце тоже украшенная. Птичка. Ой, смотрите, как интересно, как здорово, Брука, посмотри на эти детали. Друзья, вы видите, обалдеть, даже вот сделаны на кончиках, на кончиках, сейчас я попытаюсь заострить, вот как почки сделаны. Сейчас я не могу убрать, видишь, как почки, но я думала, что это натурально, а это, друзья, для красоты, сейчас попытаюсь поймать. Вот, на проволочках вот такие концовочки, ой, как они вообще здорово, посмотрите, даже такие детали проработаны. Птичка сидит. Но это дерево живое же, да? А, ну, нет? Это не живое дерево. Да, я думала, это живое, это не живое, это просто как вот декорация. Так, и пойдемте с вами пройдемся, вот туда вниз, там очень такая хорошая беседка. Ты думаешь, что это для медведей, да? Ага, ну, он говорит, это, скорее всего, как это сказать, климатизация. Ну, в общем, воздух, наверное, к медведям поступает, потому что мы сейчас находимся, друзья, прямо на крыше дома медведей. То есть они, сейчас я вам покажу, у них загон, у этих медведей, вот он вот здесь находится. Вот здесь, для медведей, я думаю, что вы немножко видите, это вся целая территория. Это вот как раз здесь бегают медведи у нас. А живут они, сейчас Миланечка здесь немножко рассветит, вот здесь у них внизу, вот там в лес, у них там берлоги. То есть мы, получается, как бы стоим, в общем-то, вот на крыше их берлоги. И вот здесь еще такая табличка, которая написана, что пчист не заказ, то есть очень строго запрещается кормение, а в газово они предмету до выбегу, то есть кормить нельзя и ничего бросать, никаких предметов в этот их загон нельзя. Вступывание на мреже, в общем, нельзя не наступать, в общем, на вот этот вид, на ограду, не на зитку, на эту стенку, в общем, это все запрещено. И потом типа от медведей, не кормите нас, лучше нам принесет, нам денюшки, как это сказать-то, боже мой, преспейте. Ну, то есть дайте нам денюшки лучше на мед. Спасибо, Марта и Миша. Так что вот такая информация здесь. Кстати, я думаю, может быть, вы слышите, как колокола на костеле сейчас бьют. Отсюда костел не виден. Костел находится в той стороне, друзья, но, может быть, из-за того, что у меня микрофон прикреплен, он иногда, как это сказать, он весь шум посторонний, конечно, немножко приглушает, поэтому, может быть, вы это слышите, но не так хорошо. Здесь внизу беседочка такая. Пойдемте сейчас туда опустимся, посмотрим. Когда, если сюда прийти днем, особенно еще, если это летом, то из этой беседки потрясающий вид, вид накладно. Ну, как потрясающий, конечно, это не Прага, конечно, крышами, оранжевыми крышами, но все равно видно большую часть кладно с этой беседки. Вот видите, тоже люди здесь и фотографируются, отсюда виден, вот у нас, друзья, замочек кладинский, там и костеры видены, вот здесь же виден, как раз территория нашего медведарья местного. Ну, вот видите, да, люди тоже фоткаются, все селфи делают. Сейчас мы немножко мешать не будем. Наверху, да, обложено, сделано, как крыша, это из веточек хвойника, и все это в лампочках. Ну, вот видите, люди фоткаются. Сейчас мы с вами, сейчас они сфотографируются, мы с вами тоже туда, тоже туда пройдем. А там тоже Бруку вниз, да, куда-то можно сойти. Сейчас, секундочку. Они фотографируются, футисы, да? Пойдемте посмотрим, что там внизу, пока здесь фотографируется. Что там внизу? Кончается, да, там ничего нет? Ага, там тупик, я думал, там что-то есть. Да, если там медведи, когда будут, то, в общем, их можно там поближе подойти к ним. Ну, вот, наконец-таки мы сюда попали, в нашу с вами беседку, вот. Друзья, вот такая крыша сделана из хвойника, обложена, и все в лампочках. И теперь, теперь часы у нас на замочку. Беседка, да, Ирина говорит, здесь мы сфотографируемся. Хочешь прямо сейчас? Ну, и вот здесь немножечко лампочки, вы видите, вот эти вот, да, свет, да, свет из окон, фонарей. Это как раз-таки вот наша Кладно, друзья. Кладно, и здесь дорога рядышком. Ну, мы с вами обязательно еще придем сюда не раз, потому что здесь красиво и летом. Ну, Миланчик, Миланчик хочет сфотографироваться? Миланчик хочет сфотографироваться. Сейчас, друзья, я переверну. Эту фотографию я потом выложу на YouTube. Вы потом увидите. Валентина, предновогодние картинки. Сразу почти скоро Новый год. Цепрали. Ну что, сфотографируешь? Да, кукой. Куда смотри? Сейчас мы фотографируемся. А-а-а-а. А-а-а-а. Давай быстрей. Броку, давай быстрей. Не засустратилу. Сейчас, друзья, Миланчик тут прям... Давай быстро, быстро, давай. Шуп-шуп. Нет, у тебя таймер. Ты вот только сейчас сфотографировал. Боже мой. Сейчас, друзья, давайте вот прям вот вы видите. Вот давай раз, два, три, четыре, пять. Ура. Ура. Давай быстрей. Обещайте, фотографии я вам потом выложу. Выложу. Вы увидите, что мы сегодня сфотографировали. Сегодня. Так, я переворачиваю камеру и погнали. Теперь еще пройдемся, посмотрим, что там еще есть у нас интересненького. Так, поднимаемся снова в основную часть сада. Нет, здорово, конечно. Это вот, да, вот здесь, когда придешь вечерком, вообще очень суперски прямо чувствуешь, такое именно вот, как вы сейчас написали, новогоднюю, рождественскую атмосферу. Уже появляется настроение хорошее, потому что, конечно, друзья, как-то вот я, когда езжу на работу, ну, я приезжаю, как мы с вами ездили вместе, да, то есть приезжаю на вокзал Масарикова на Адраже, и потом еду на свой Альбертов на факультет, и приезжаю как раз самым центром Праги, друзья, то есть трамвай проезжает по, мимо Вацлавского, площади Вацлава, то есть самый-самый центр, друзья. Вы знаете, ну, совершенно, у меня, например, нет ощущения праздника, то есть Прага особо вообще не украшена. Я же Шмаря, друзья, мы встретили знакомую. У встретили знакомых. Видите, видите, где еще, как, как не в этом саде, можно нам встретиться, сейчас. Ну, супер, ну, затемся, что мы на свадке. Яй, это яйцо! Как это летит? Витра, пулу року. Зитра, ну, это уже, велка холка. Ну, будем, так прийти на навчет. Ставьте. Ставьте, ну, ясно, так будем рады. У нас уже были в Брадуне. Ну, то знам, ну, как мамча, ну, ну, так ставьте, так тщеба, когда мамча будет мать свои планы, так ставьте себе, ну, урчите будем, ну, ясно, будем се тешить, ну, ясно. Так ставьте со всех недобром ады. А, да. Так, папа. Друзья, вы видели, мы встретили знакомых, вообще здорово. Говорю, где еще, как не здесь, в такой романтике встретить. Мы очень долго не виделись, конечно, мы ВКонтакте там через, да, телефоном или же через Фейсбук. Ну, вот прям вот, вот прям вот, вау, я как раз сейчас вам болтаю-болтаю, и как раз вот вы слышали, да, мы поговорили, пригласили в гости, вот, чтобы они к нам со своей маленькой дочкой тоже пришли в гости. Так, друзья, я переворачиваю камеру, едем дальше. То есть как раз я вам и рассказывала о том, что вот в Праге нет у меня такого ощущения вот именно такой красоты, как и здесь. Все-таки это, конечно, зависит. Сейчас я вам еще расскажу одну маленькую интересную вещичку. Возможно, кто-то из вас об этом слышал и... Может, я на дикую. Многие думают, что я фотографирую и не хотят мне лезть через камеру и останавливаться. Друзья, вообще, самая интересная такая вещь, что, как я вам уже сказала, в сейеро-ярмарке все запрещено, но понятно, что это постановление, об этой информации была сообщена буквально пару дней перед тем, как эти ярмарки должны были начаться. Поэтому, естественно, люди, которые участвовали в этих ярмарках, то, естественно, все было заранее подготовлено, накуплено, персонал и так далее. И как многие начали выходить из положения? Они переименовывают свои рождественские ярмарки на фармаршеские терги, да? То есть там, где продукты продают фармаршеские, фармаршеские все эти, типа, рыночки. Либо, как у нас вкладни, друзья, да, ярмарки рождественские запрещены, но почему бы нам не сделать, типа, как, да, типа, как снегурочка. Но, видите, я рада, что вам сегодня еще прямо вот... Еще и создаю и своей шапочкой тоже такую новогоднюю атмосферу. То есть, друзья, как выходит из положения? Да, стоят палаточки, да, продают еду, да, там даже и продают, типа, сважак, то есть, глинтвейн есть. Но это все обслуживают якобы культурную программу. Культурная программа, друзья, едет каждый день, каждый день до 31-го числа. Вы не поверите, в Праге нет ничего. У нас гремит кланно каждый день, начиная вот с... Откуда? С какого числа началось? Наверное, с 27-го, 28-го, наверное, как начался адвент, друзья. И все, все гонят, гонят прямо вот каждый день концерты и программы для детей и для взрослых. Открытие было вообще-вообще потрясающее. Но я обещаю, среди своими анонсами мы с вами придем. Не знаю, выходной, скорее всего, нет. Это, возможно, стрим будет у нас с вами в течение недели, в среду. Потому что следующую субботу, к сожалению, у меня служба. Поэтому я очень хочу вам показать и ярмарку. И, главное, друзья, даже скажу по секрету всему свету одну вещь. Официально запрещено распитие алкогольных напитков на ярмарках. Ну, то есть, точнее, как запретили распивать на улице, понятно, когда нельзя, то, понятно, ярмарки закрыты. А как у нас в кладне? Оно продается, оно типа написано горячий напиток. Ну, вам налит, друзья, нормальный глинтвейн. Ну, как-то людям надо выживать в этой ситуации. Все живут, все нормально, никто у нас, слава богу, мертвых на улицах... Мертвых на улицах у нас не палят. В общем, обойдемся с этой темой, поменяем на самую позитивную. Так что покажу. Я вам обещала, что обязательно рождественскую, новогоднюю атмосферу на моем канале вы увидите, я вам ее покажу. Следите за моими анонсами, переворачиваем камеру и едем дальше. Ты хочешь теперь меня показать? Ну что ж, хотели увидеть Снегурочку? Я сегодня, друзья, я сегодня в валенках. Made in Russia. Российские валенки. Холодно. Ну, холодно у нас, никогда не видела Чеха в такой меховой шапке. Друзья, эту шапку вообще, конечно, такую вы не увидите, друзья. Чеха, в принципе, классическая в такой шапке. Против светлого меня ставят, чтобы было видно, я аж себя не вижу. Но, друзья, оказывается, мой Чех тоже мерзляка. Особенно, когда мы приехали в Россию первый раз. Нет, это было не первый раз. Первый раз мы приехали летом, а потом мы приехали зимой. Ну, естественно, как? В России-то зима, она не такая, как здесь, как здесь в Европе. Мы, естественно, купили дубленочки, шапочки, валеночки. Привет летит родителям в Калугу. Огромный мамуля-папуля. Вот. Поэтому, друзья, накупились этого всего. И с большой радостью носим это и здесь, и в Чехии. И, кстати, нам абсолютно все равно, что остальные чехи думают. Миланчик с радостью носит и ушанки, и у него есть еще дубленка, и валенки мы носим. В общем, поэтому красотень, главное, что тепло. Вот. Поэтому мы вот такие, да. Чеха... Ну, вот видите, теперь вы видите. Чеха вот в такой ушанке. Вот. Так что на моем канале замуж за чеха мой чех носит и дубленку, и валенки, и русскую ушанку. Так, ну что ж, погнали. Еще, наверное, пройдемся немножечко. В принципе, здесь, наверное, уже оно начинает повторяться. Опять те же самые у нас ангелочки. Ангелочки. Вот такое дерево, друзья. Красотуля. Здесь тоже, здесь тоже там сзади вот эта стена украшена, как водопад. Да. Тоже огоньки, огоньки, огоньки. А вот если мы посмотрим, не упади. Сейчас там пишут. Слышала, что чехи атеисты. Но ведь если справят Рождество по всей стране, а не атеисты. Чехи со атеисты, брок? Ответь на этот вопрос. Многие блогеры говорят атеисты. Как кто? Как? В зависимости от семьи, да? То есть, ну, например, если взять вот семью Милана. Ну, как бы я сказала, что вы, наверное, ну как, вы атеисты, наверное, в какой-то степени, да? Ну, может быть, я не знаю, вы вообще ходили в костел? Нет. Милана говорит, не ходили. Среди наших знакомых я тоже не знаю. Ну, может быть, да, там могут сходить на так называемую ванучни Мшео. Ну, как это правильно называется, да? Ну, то есть на службу рождественскую. Да. Могут, друзья. Как бы это считается, в общем-то, ну, таким тоже, как часть составляющего праздника. Причем это не обязательно, что человек верующий. Просто вот как бы, ну, насладиться этой атмосферой. Хотя, да, наверное, большей частью я бы сказала, что, наверное, в большинстве своем, если я не ошибаюсь, на валенках изображены елочки. Да, спасибо, елочки и да, правильно, на валенках там елочки. Домики и елочки. Вот валенки. Вот. Домик заснеженный. Так что мы с вами прям сегодня в тематике. С Калуги. С Калуги, да, валенки. Все, приехала из Калуги. Милан хочет давать, чтобы я сказала, что он мне сказал, чтобы я себе эти валенки купила. Поэтому, наверное, я бы сказала, что все-таки большинство чехов, наверное, да. Я бы так сказала, атеисты. Атеисты, наверное, это так есть. Потому что среди знакомых... Но мы, по-моему, я спрашиваю, это в России все верующие. Наверное, вот как в России, но это тоже, наверное, 50 на 50. Вот у меня подруга католичка, словачка. Вот у словаков они, да, вот словаки, они как бы более верующие. У них это прямо как бы достаточно более выражено, чем у чехов. Это вот сто процентов, я бы сказала. А так, да, наверное, не все атеисты. Большинство все-таки. Либо, может быть, и верят, но нет у них такого, чтобы там каждый выходной ходили в церковь на службу, или там все это как бы... Или посты все соблюдали, поэтому... Так что, возможно, я соглашусь тоже с этим утверждением. Так, ну что ж, куда мы с вами еще погоним? Ну, давай еще пройдемся туда. И, наверное, как бы мы с вами сегодняшнюю прогулку осуществили. Я вам показала сегодня нашу красотень. Надеюсь, что все-таки хоть часть этой атмосферы рождественской новогодней, предрождественской, предновогодней, я вам смогла передать. И очень рада, что у нас и снежок еще пока лежит, хоть немножко, но есть. И у кого еще нет снега, я вам посылаю кусочек. Это просто традиция. Ну, в какой-то степени, да, друзья, наверное, сейчас это уже больше перерастает больше в традицию. То есть это, наверное, теряет какую-то свою религиозную большей частью контекст. То есть большинство людей это берет просто как красивую традицию, подарочки, приятного. Да, но уже начинает в какой-то степени, наверное, утрачиваться на религиозный подконтекст, я бы так, наверное, сказала. За прогулку. Да, Мария, я тоже рада, что вы со мной сегодня были. Ну, в общем, друзья, вот, наверное, и все. Вот мы с вами погуляли по нашему саду в нашей замыцкой загороди, в нашем городе Кладно. И на этой... Сколько мы с вами? Да, друзья, я думала, как-то быстрый-быстрый такой у нас стрим. Оказывается, мы с вами уже почти час гуляем. Ну что ж, держи руку, держи, ты у нас главный оператор, держишь, да? Друзья, всем огромное спасибо, кто с нами сегодня был на этом стриме, в этом прямом эфире. Всем тем, кто с нами сегодня погулял по нашему саду в Кладне. Да, кидаем в Анапу снежинки, кидаем много-много снежинок. Если вы хотите, то они к вам обязательно прилетят от нас. Может быть, не сегодня, но через пару дней 100% долетят. И всем остальным, кто хочет снежинки, снег и рождественское настроение, мы вам посылаем, посылаем. Оно летит, летит, летит к вам. Только позитив, только хорошие эмоции. Снег, снег, снег. Ну, кто снега не хочет, хорошо, он к вам не полетит, полетит только хорошее настроение. Ну что, друзья, мы всех любим, обнимаем, целуем, еще погуляем при возможности. Давайте еще, вы имеете ввиду в следующий стрим или хотите еще сегодня погулять немножко? Обязательно погуляем, обязательно будем гулять. Может быть, для меня это и в какой-то степени даже и удобнее, потому что я не трачу время на монтаж, потому что монтаж видео меня занимает, друзья, иногда и несколько дней, и это иногда, в общем, тяжеловато. Поэтому, если вам нравится такой формат, будем гулять больше. И обязательно, обещаю, будем гулять и в Праге. Спасибо вам тоже, что были со мной. Обязательно погуляем в Праге. Я думаю, что мы с Миланчиком по плану рванем в Прагу, друзья, сразу после Рождества. 25 декабря мы рванем с вами в стрим, в прямую прогулку по Праге. Следующий, обязательно. Будем гулять. Ой, какой большой. Валентина нам пишет. Езжу в Марианские лазни в дворе хотя бы на неделе почувствовать зиму. Марианки, ну, Марианки, там, конечно же, друзья, Марианки, они в горах все-таки. Это считается горы. Если, например, Прага... Сколько Прага? Ну, 300, например, 400 метров, то... 400. Да, то Марианки, они уже и 700, и 800 где-то, если вы подниметесь там на кладскую и так далее. Поэтому, конечно, друзья, там снег, он и лежит, и там и можно и покататься, и глинтвейн мы с вами попьем тоже обязательно. Вот, поэтому в Марианках как бы, да, у нас здесь снег, он не так частый и не так долго лежит. Но вот сегодня, говорю, рада, что снег, он нам с вами получилось его застать. Поэтому, друзья, следите за моими анонсами. Мы с вами будем гулять и в Праге. Обязательно. И вы сравните, и потом мне напишите, когда мы с вами погуляем на стриме на нашем кладинских ярмарках и погуляем по Праге в стриме в прямом эфире. И вы потом напишите, где вам больше понравилось. Еще раз, всех люблю, целую, и сразу же хочу сказать маленькую песочку. Я огромное спасибо хочу сказать вам, потому что у меня сегодня, рано утром я открыла телефончик, у меня было 777 подписчиков, 3 семерки. Счастливые семерки, счастливые семерки, друзья. А еще и сегодняшний у нас такой рождественский, предрождественский стрим из нашего замочка кладинского. В общем, прям все, одна радость и один позитив. Спасибо вам огромное, люблю, целую, я никак не могу разлучиться с вами. Посылаю огромный привет, обнимаю. Все, всем до встречи, следите за анонсами, будет много стримов, будем с вами гулять. Хотите гулять, не проблема, это даже супер. Ну что ж, все, мы убегаем. Ахой! Ахой!